Первый пусковой комплекс Гомерского технопарка был открыт в 2011 году. Сегодня здесь занимаются поддержкой инновационных проектов в различных сферах от микроэлектроники и приборостроения до энергосбережения и переработки отходов. Однако наиболее активно здесь развивается IT-сегмент. Около 50% резидентов Гомерского технопарка работают в сфере информационно-коммуникационных технологий. Я по образованию педагог, а муж у меня программист и очень хороший специалист в области IT. Поэтому всегда было желание создать что-то очень интересное, именно смеженное между что-то с педагогикой связанной и IT-технологиями. И мы поняли, что можно создать вот интересное обучение для детей, которое будет проходить в режиме онлайн. Достаточно долго разрабатывали разные вариации методик. Мы их апробировали на знакомых, на друзьях, друзей там знакомых. Шла длительная апробация, и мы вышли уже на ту методику, которая действительно была рабочая, которая была интересна детям и приносила очень высокие результаты. Сегодня Гомерский технопарк имеет официальный статус инкубатора малого предпринимательства, присвоенный Министерством экономики Республики Беларусь в 2016 году. В 2017-м технопарк стал членом Ассоциации научно-технологических парков «Зон высоких и новых технологий «Шелковый путь». В 2019-м в партнерстве с объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» и при поддержке Агентства США по международному развитию в Беларуси начала функционировать стартап-школа Гомерского технопарка. В этом же году здесь открыли класс по робототехнике. Это еще одно направление работы территории инновационного бизнеса. Он попробует, по сути, все направления – и конструирование, и программирование, и моделирование, и работа с 3D-принтером, и микроэлектронику, то есть, по сути, все, что связано с электроустройствами. Это очень круто в этом плане, что ты можешь, по сути, попробовать все и для себя решить, нравится или не нравится. И родители, они что же видят, насколько ребенку это интересно. Кстати, в этом году на базе Гомерского технопарка прошел первый областной хакатон для школьников. Его участники – юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Задача за 8 часов – создать чат-бот и презентовать его. Конкретной тематикой школьников не ограничивали. Полная свобода выбора. На этот раз победители – сборная команда Мозырского областного лицея, Гомерской 11-й школы и 56-й гимназии. Юноши представили на суд-жюри чат-бот, который генерирует пароли и проверяет их. У нас нет каких-то ограничений для ребят, но нам важно, чтобы они понимали, как сделать из проекта свой стартап. Проект должен окупаться, проект должен быть интересен потребителю. Они должны понимать, как монетизировать проект. Это самое важное. То есть то, что мы хотим сегодня дать, это чтобы они научились работать именно над идеей и делать из идеи продукт. Работа с молодежью станет одним из направлений деятельности, создаваемого сегодня в Гомеле второго технопарка. По сути, это филиал государственного предприятия «Агентство развития и содействия инвестициям», в свою очередь являющегося резидентом свободной экономической зоны. Финансируется в рамках инновационного фонда Гомерского областполкома. Проект «Технопарк Коралл» довольно масштабный. Сейчас речь идет о введении двух первых пусковых очередей. В мае этого года откроется так называемый «Центр коллективного пользования». В начале следующего – шестиэтажное здание с офисными помещениями. Здесь же разместится Центр по обучению современным цифровым технологиям гомельских школьников. Для того, чтобы на сегодняшний день уже получить что-то лучшее, передовое, перспективное, брали за основу и разработки Минские технопарка, а также Сколково. В Сколково была отмечена интересная часть по работе с детьми. Это подрастающее поколение, которое развивается и которое нужно развивать. Поэтому в здании, которое сегодня перед нами, блок А, на первом этаже будут предусмотрены специальные зоны, где дети могут развиваться, с ними может происходить обучение. При этом, если у них возникают какие-то идеи, и идеи достаточно перспективны, то их здесь можно и реализовать. До 30 апреля Агентство развития и содействия инвестициям принимает заявки от потенциальных резидентов. После того, как экспертная комиссия сделает заключение о том, что представленный проект действительно соответствует критериям инновационного, можно будет приступать к его практической реализации. Причем резиденты получат не только льготы на аренду офисов и ряд налоговых преференций, но и неплохую материальную базу. Будет лаборатория 3D-прототипирования и 3D-моделирования. То есть она будет оснащена 3D-сканером, 3D-принтером, 3D-ручками и специализированным программным обеспечением. И вот либо это резидент технопарка, либо это человек, который занимается стартапом, он может реализовать свою идею с помощью этого оборудования. Приходит и определенное время этим оборудованием, этим офисным помещением пользуется. Кстати, наличие в технопарке дорогостоящего оборудования, его приобретут предположительно в апреле, позволит развивать здесь и еще одно направление. Речь идет о сотрудничестве с уже существующими организациями. В частности, заключен договор с областной больницей, где сегодня активно занимаются 3D-моделированием. Позвоночника и других суставов. И вот это оборудование как раз таки им поможет более глубоко проводить научные исследования. И польза будет и для медицины, и для региона, ну и для продвижения инноваций в разных областях. Олег Светюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.